Динамо Акбарс Приходите поддержать девушек на трибунах, а они уж точно порадуют вас яркой и интересной игрой. Накатывает уже, да, ощущение плей-оффа. Если честно, не верится, что осталось всего полмесяца регулярного чемпионата. Такая работа проделана большая. Хочется, хочется выиграть все три игры, чтобы уже закрепиться на своем третьем месте и ждать наших соперников. На прошлой неделе команда Решата Гелезуддинова одержала важнейшую победу в гостях над Ленинградкой со счетом 3-0. При этом показав яркую и качественную игру на контрасте после проигранного домашнего матча с Протоном. Игра действительно хорошая, не знаю, с чем связано. Видимо, и физические кондиции как-то мы подошли в довольно оптимальной форме. И настрой, особенно после первого круга, все были готовы выложиться по полной, помочь. Выполнили хорошо подачу. Из-за подачи получилось выбить их с приема. Приходили двойным блоком, тройным, закрывали. И, в принципе, в этом, я думаю, набирали большинство очков. А так, ну, наверное, настроились после игры с Протоном получше. Все показали просто свою игру. До завершения регулярки осталось всего три игры, две из которых станут выездными. Успех над Ленинградкой, по сути, стал важнейшим шагом, чтобы завершить регулярку не ниже третьего места. Забраться выше можно лишь теоретически. А вот чтобы не опуститься ниже, необходимо одержать две победы в трех оставшихся матчах. Шли хорошие соперники. Там, Динамо в Москву выиграли, потом Тула, Протон. Со всеми нужно выдавать максимальную игру. Не всегда, когда ты немножко устаешь, где-то уже теряется концентрация, где-то там подспадывают какие-то элементы в игре. Поэтому так получилось, что где-то не сконцентрировались полностью на игру, как с Протоном, например. Там где-то в концовках не хватило. Вот эту игру настроились. Я думаю, что здесь и настрой повлиял. Мы хотим просто спокойно выйти в игры на мастерстве. Это бы не особо эмоциональные игры показывали. То есть чувствуется, что нам не хватает, может быть, где-то настроя, может быть, действительно эмоций. Ну, тот факт, что физически все-таки в какие-то моменты мы находимся под нагрузкой. И из-за этого, может быть, какие-то спады у нас случаются. Но все-таки мы понимаем, что нам надо собираться, выкладываться по полной на каждую игру. Поэтому я надеюсь, что в оставшихся матчах настрой у нас будет примерно как в игре с Ленинградкой. И получится все удачно. Пока же все внимание на подготовку ко встрече с Краснодарским «Динамо». Команда Павла Забуслаева ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, занимая как раз спасительную восьмую строчку. Но на пятки ей наступают Енисей и Менчанка, которые также еще не потеряли шансов пробиться в плей-офф. Краснодар тоже у себя дома. И с нами очень хорошо отыграл. И с верхними лидерами турнирной таблицы. Поэтому вообще никого нельзя сбрасывать. И Митар тот же самый, с которым у нас тяжелая встреча предыдущая была. Очень тяжелые три игры. Кстати, в матче первого круга краснодарская команда уступила «Динамо Акбарс» лишь на тайбрейке 2-3. Как и неделю назад дома с лидером чемпионата московским «Динамо». А вот до этого, опять же, в родных стенах и вовсе краснодарские девушки на тайбрейке обыграли калининградский локомотив. Когда видишь результат такой довольно непредсказуемый, сразу хочешь посмотреть, ну и поспрашивать у тех, кто смотрел, что там, как происходит. Ну понятно, что девчонки тоже, мне кажется, тут не столько, они там высчитывают очки, да, и борются там, такие вот, нам надо столько-то побед. Поэтому мы выложимся, нет, и думаю, что они просто на каждую игру выходят с желанием победить, а у лидеров так особенно, поэтому у них неплохо получается. Что касается состава, то в краснодарском «Динамо» собрана талантливая молодежь, уже успевшая заявить о себе. Многие из девушек становились чемпионками и призерами различных международных соревнований, в том числе на уровне сборных. Плюс лидерами команды являются три наиболее опытные волейболистки. Это, конечно же, Юлия и Алина Подскальные, а также Рима Гончарова. Лидирует там, конечно, Подскальная, старшая, хорошая подача пойдет, очень много блоков ставит, также забивает пасты очень много. А так, команда достаточно молодая, девочки там, по-моему, всем около 20-22 лет. Резвые, эмоциональные, поэтому молодость. Интересно будет, интересно будет, не могу сказать. Я в прошлую игру не играла против них, поэтому сейчас будет интересно увидеть. Заключительный домашний матч регулярного чемпионата для «Динамо Акбарс» против краснодарского «Динамо» состоится 19 марта в 17 часов по московскому времени. Естественно, в Казанском центре волейбола, где девушки будут очень рады видеть вас на трибунах.